Мы сейчас находимся на территории химико-металлургического завода. Как вы помните, несколько дней назад здесь была огромная стихийная свалка, в основном из промышленных отходов, мешки с веществом, похожим на известь, автомобильные покрышки, в общем, все что угодно. На следующий день мы приехали сюда и увидели, что территорию уже начали очищать от мусора. Кто это делает, мы так и не узнали. Сегодня мы сюда попали с большим трудом, люди, которые не представились, нас не пускали, однако мы все же попали на эту территорию и видим, стоит техника, бульдозер с наполненным ковшом. Скорее всего, здесь убирается, но видим мы это и по взрытой почве, которая взрыта очень активно, следовательно, мусор отсюда все же вывозили. И сегодня же мы узнали имя героя. Вывоз отходов инициировал сам арендатор ХМЗ. Как нам рассказал технический директор, который запретил показывать свое лицо, мусор с этого участка хребта вывозят регулярно, а именно два раза в год. Всего два раза в год. Но по мнению руководства этого достаточно. Ведь не факт, что отходы с ХМЗ, как говорится, не пойман не вор. Два раза в год мы выбираем эту территорию, без вашего кино, регулярно, систематически. Ну а как там оказались, например, документы с завода? Наши документы могут находиться в Чили, в Антверпене, в Москве, в Кемерово, в Владивостоке. Они же оказались здесь сейчас. Поэтому я не могу сказать, почему они там оказались. Я никого не видел, чтобы кто-то приехал и там бросил. Может быть, кому-то что-то продали, ему не понравилось, он в отмеску приехал, взял и выбросил. Может быть, там какой-нибудь балбес пытался, так сказать, на пакости там ищусь. Вот я и нет, так сказать, точно информации. Ну то есть вы утверждаете, что никакой мусор промышленный, там, мешки с известкой, всякие автомобильные покрышки, все это выбрасывает кто-то другой. Значит, я не могу этого утверждать на 100%. Чтобы обрести стопроцентную уверенность и понимание того, кто же заваливает хребет мусором, в ХМЗ пообещали усилить контроль на территории. Там установят камеры видеонаблюдения, посты охраны и дополнительные шлагбаумы. А оставшийся мусор с пустыря увезут в ближайшие две недели. Но убирать участок чаще двух раз в год, говорят, нецелесообразно. Но если Торгашинский хребет все-таки не самое проходимое место, то вот по этой дороге люди ходят ежедневно. Впервые за всю историю проекта «Большая уборка» к нам обратились дети, что учатся в школе номер 13 по улице Рейдовой. Они жалуются, что каждый день через эту мусорную аллею им приходится пробираться и видят они отходы разного калибра. Например, этот старый диван, упавшие ветки, ну и по традиции самый разный бытовой мусор. Эта улица относится к администрации Ленинского района. Сегодня мы связались с приемной главы Александра Клименко. На рабочем месте его застать не удалось, но нам пообещали. Заявку обязательно передадут в отдел ЖКХ и в ближайшее время мусор вывезут. На этот раз мы счетчик здесь на Рейдовой устанавливать не будем. Все-таки впереди достаточно длинные выходные и, соответственно, много времени, чтобы территорию очистить от мусора. Но надеемся, что к 10 мая здесь все уберут и путь до школы для учеников будет как минимум более приятен. Все потому, что 10 мая они как раз после таких небольших каникул возвращаются на учебу. Елизавета Курочкина, Сергей Малафеев, Новости ТВК.